Всем привет! С вами Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать гидравлический домкрат с нижним подхватом от компании CarTool. Низкий подхват значит, что если у нас есть расстояние от пола до предмета 16 миллиметров, чтобы мы смогли вставить данный домкрат, то мы можем этот предмет поднять с усилием 2,5 тонны. Также мы можем этот домкрат использовать как бутылочный и с помощью этой платформы мы можем поднимать груз до 5 тонн. Еще мне нравится, что у данного домкрата большая опорная площадка, что уменьшает риск его опрокидывания. Если вас интересуют инструмент и приспособления для строительства, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Бренд CarTool у меня вызывает доверие, так как компания, его представляющая, специализируется уже более 15 лет на поставке оборудования для автомастерских. Благодаря своему качеству она получила заслуженное доверие у владельцев автомастерских и автолюбителей. Сейчас же компания расширяет свой ассортимент и представляет качественный строительный инструмент. Я уже делал у себя на канале обзоры такого инструмента. Ссылки на эти обзоры я оставлю в описании. В реальной жизни я с такими домкратами не встречался. И чтоб что-то приподнять с пола, обычно используется лом. Но не всегда усилия этого лома хватает. Да и лом часто повреждает предмет, который им поднимаешь. На помощь нам приходит уникальная функция данного домкрата. Это нижний подхват. Давайте прикинем, что с помощью данного подхвата можно сделать. Во-первых, для строительства. Этим домкратам удобно приподнимать тяжелые балки и плиты на нужную нам высоту. Также можно ремонтировать столбчатый фундамент, приподнимая конструкцию. И им удобно снимать тяжелые металлические ворота. Во-вторых, в производстве при помощи данного домкрата можно приподнять станок, чтоб поставить роликовую платформу, чтоб этот станок передвигать. Третье. При перевозке грузов. Иногда бывают случаи, когда груз находится настолько низко, что продеть стропы или тросы представляется невозможным. Тогда этим домкратам можно этот груз приподнять, чтоб продеть трос. Также этим домкратам можно приподнимать контейнеры для хранения и перевозки грузов. Четвертое. Можно его использовать при ремонте автомобиля. Например, когда машина упала с обычного домкрата и поднять ее с земли довольно сложно. Также можно его использовать как обычный домкрат. И пятое. В быту для поднятия и передвижения тяжелой мебели. И не забываем, что его можно использовать как обычный домкрат грузоподъемностью 5 тонн. Я перечислил только часть возможностей этого домкрата. Если вы еще знаете применение этого домкрата, то пишите в комментариях. Домкрат пришел в такой коробке из фанеры. Судя по надписям весит 12 килограмм. На металле производитель, как всегда, не экономит. Верхняя крышка прибита гвоздями. Вот я вскрыл коробку. Коробка сделана из фанеры. Крышка тоже фанерная. Для вскрытия использовал такой нож. Я все гвозди вынул, оставил только три, чтобы центрировать крышку. В этой коробке я буду хранить домкрат. Она довольно крепкая и удобная. Давайте более детально рассмотрим данный домкрат. Он похож на бутылочный, но с существенными изменениями. Особенностью является большая опора. Размеры опоры 16 сантиметров на 22 сантиметра, что повышает его устойчивость по сравнению с обычными бутылочными домкратами. Также особенностью является конструкция платформы, которой поднимается груз. Верхняя часть опоры 10 сантиметров на 7 сантиметров, а нижняя опора 5 сантиметров на 5 сантиметров. При работе верхней опорой грузоподъемность 5 тонн. При работе с нижним подхватом, так называемой лапой, грузоподъемность 2,5 тонны. Данной лапой можно поднять груз, начиная с 16 миллиметров до 13,5 сантиметров. А вот верхней платформой можно поднимать груз с 22 сантиметров до 34 сантиметров. Тут есть возвратные пружины, которые позволяют возвратить шток домкрата, даже если он не загружен. При использовании лапы нужно следить, чтобы груз максимально закрывал подъемную площадку или находился максимально близко к штоку домкрата. Это уменьшает нагрузку на шток и увеличивает устойчивость домкрата. К домкрату прилагается ручка. С помощью нее можно снимать давление на домкрате, опуская его. А можно вставить сюда и накачивать давление. При этом ручку можно поворачивать, ставя его в такое положение, при котором удобно качать. Давайте поднимем домкрат. Вот я поднял домкрат, нагрузки на нем нет. Вот я снял давление. Благодаря этим двум пружинам домкрат вернулся в исходное положение. В домкрате есть заливное отверстие для обслуживания домкрата. Есть такая вот удобная ручка для его переноски. Давайте испытаем домкрат. У меня нет сейчас возможности проверить лапу. Нечего мне ей проверять. Но машину мы поднимем. Вот я поставил домкрат под машину, приподнятый дорожный просвет. Поэтому домкрат встал сразу. При этом я подложил еще дополнительно брусок и даже пришлось домкрат немного приподнять. При поднятии машины домкратом не забываем поставить ее на ручник и передачу. Если поднимаем машину на уклоне, ставим еще противооткатные упоры. Закрываем клапан и поднимаем машину. Машина поднимается достаточно легко. Машина имеет небольшой вес, в то время как этот домкрат предназначен для поднятия 5 тонн. Сколько ни качай, машина не поднимается. Из этого делаем вывод, что машина поднята на максимальную высоту. Благодаря большой опоре данный домкрат довольно устойчивый. Если мы на недолго откроем кран, мы немного опустили машину. Если длительно открываем, то штук полностью втянулся и мы можем домкрат доставать. Если у вас маленький дорожный просвет, то можно обычным домкратом машину немного приподнять, а дальше поднимать этим домкратом. Вот работу закончили. Уложили домкрат в коробку. В ней домкрат будет храниться в сарае. Тут места достаточно, чтобы положить что-нибудь еще. Есть удобные ручки для переноски этой коробки. Данной крышкой я закрою коробку, чтобы не попадала всякая грязь. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Если у вас еще есть варианты применения данного домкрата, пишите также в комментариях. Более подробно с характеристиками этого домкрата вы можете познакомиться по ссылке в описании. Поделитесь видео с теми, кому данный домкрат может быть интересен. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк. До встречи в новых и старых роликах.